Денисенкова Анастасия Вот такая вот упаковочка. Сначала я расскажу о минусах, а потом плавненько перейду к плюсам. Начнем с недостатком. Во-первых, эти румяна, они выполнены в трехцветном таком варианте. Я вообще для себя поняла, что мне лучше румяна, ну вообще, чтобы все тени румяна, они были в какой-то одной коробочке. Ну, за исключением тени, например, которые каждому, допустим, оттенку тени соответствует какой-то определенный отсек. Румяна, конечно, бы хотелось. И вообще до этого у меня все румяна, они были... То есть каждому оттенку соответствовала своя какая-то упаковочка, своя какая-то коробочка. Вот здесь вы сейчас видите три оттенка румян. Это персиковый, бежевый и такой розовый, ну, можно сказать, такой темно-розовый оттенок. Для меня, как вот я уже сказала и повторюсь, я поняла, что мне лучше, конечно же, покупать румяна отдельные, в отдельном каком-то оттенке. Но, например, я для себя нашла выход из положения. Вот эти румяна можно брать в какие-то поездки. Когда, например, не хочется с собой брать что-то по максимуму, нужно уложиться в какой-то определенный там чемодан или какую-то собрать сумку. И для того, чтобы не тащить с собой там гору косметики, как раз вот подходит отличный вариант брать какие-то такие многофункциональные какие-то средства. Как раз вот эти румяна, они являются многофункциональным средством. То есть они в себя собирают все три оттенка. И, допустим, вы берете его с собой куда-то в поездку и под свой какой-то макияж или под свой какой-то наряд подбираете нужный оттенок вам румян. То есть не нужно брать все какие-то упаковочки. Можно взять всего три в одном и пользоваться там с удовольствием в какой-то поездке одними румянами. Этими румянами можно пользоваться как отдельным, как в отдельности каждым, так и можно, допустим, смешивать какие-то оттенки, набирать какой-то оттенок. Допустим, больше персикового или больше бежевого. Второй минус, который отметили, в принципе, многие консультанты, это в том, что вот сначала открывается первый оттек. И здесь мы видим прозрачную крышечку, а здесь мы видим румяна. И потом есть здесь второй отсек. И здесь как раз находится зеркало и кисточка для нанесения румян. Ну, не совсем удобно. Например, хочется открыть и сразу увидеть зеркало и, допустим, взять и попробовать нанести румяна. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы зеркало находилось в первом отсеке, а не во втором. Ну, что не совсем удобно. Хотя кисточка находится во втором отсеке, поэтому в любом случае придется лезть во второй отсек. Ну, это как бы не принципиальный такой минус. Третий минус, и опять же, это минус, он для меня. В том, что я привыкла все-таки пользоваться вот такими вот кисточками пушистыми. Она хотя больше подходит для нанесения пудры, но я люблю пользоваться вот такими кисточками для нанесения румян. А здесь кисточка, она плоская, хотя кисточка очень хорошего качества. Вот она такая плоская, она очень хорошего качества. Опять же, ворсинки у нее не вылетают. Эта кисточка, она неудобно мне показалась, ведь вот эти оттенки, ими можно пользоваться каждым в отдельности, и можно пользоваться растушевывая их. Вот эта кисточка, она мало позволяет растушевать, ей легче набирать какой-то определенный оттенок румян, который нужен. Ну, не совсем удобным, опять же, вот когда я пробовала, мне не совсем удобным показалась возможность, допустим, собрать, если, например, я хочу соединить персиковый и бежевый оттенок румян. Ну, как-то не совсем удобно. Вот этой вот намного удобнее, допустим, взять вот так вот в круговую и набрать, смешать все оттенки. Но, опять же, для нанесения какого-то отдельного оттеночка, вот эта вот кисточка, она очень даже удобная. Вот помимо вот этих минусов, которые я указала, и эти минусы, они чисто субъективные. То есть, опять же, кто-то, возможно, кому-то покажется удобным пользоваться тремя оттенками, возможно, кому-то именно понравится то, что в одной коробочке находятся именно три оттенка. Кто-то, наоборот, любит смешивать оттенки, кто-то не любит с собой много косметики носить, кто-то не любит много косметики там покупать, приобретать. И это чисто субъективный фактор. Опять же, ну, наличие зеркала, это не настолько принципиально, в каком из отсеков он находится. И, опять же, кисточкой, ну, кисточка многим, опять же, консультантам, я скажу, она показалась удобной. То есть, я смотрела, читала отзывы по этим румянам, и кисточка всех вполне удовлетворила. И, в принципе, она мне тоже нравится. То есть, в течение дня, поправляя макияж, я тоже использую вот эту вот кисточку. Но хочу сказать о минусах, потому что, не о минусах, а о плюсах, потому что плюсы, они, ну, то есть, они нивелируют, они убирают все эти минусы, которые я перечислила. Сначала я думала, что румяна, они подойдут для темного типа, для темного цветового типа, например, там, для зимы или для осени. Потому что, ну, оттенки такие, я бы не сказала, что они таких пастельных тонов, они все равно такие ярковатые, скажем так. Но потом я поняла, что они подходят для любого типа, не только для загорелых и темненьких девушек, и смуглых девушек. Они подойдут и светлокожим. Просто нужно кисточкой правильно набирать оттенок. То есть, либо набираем больше персикового, если, допустим, нам кажется цвет ярковатым, мы затушевываем вот этот оттенок персиковый бежевым оттенком. То есть, в зависимости от того, сколько мы набрали кисточкой оттенка, сколько, в каком количестве, какого именно оттенка, с каким мы смешали, в зависимости от этого можно наносить вообще всем, любым девушкам с разными цветами. Я сейчас вам покажу, какие они, румяна, при нанесении там на руку. Я не знаю, насколько будет вам видно, какие здесь румяна и какие оттенки. Не знаю, насколько передаст то, что вот я сейчас сделала, те оттенки, которые есть на самом деле. Вот этот вот пальчик, на вот этот пальчик я нанесла розовый румяна. Это самый темный оттенок, который есть в этих румянах. Средний оттенок, средний палец, это бежевые румяна. И вот этот вот оттенок, который третий палец, это персиковые румяна. Значит, персиковые румяна, они имеют легкое свечение. То есть, когда наносишь, они с таким легким перламутром, и они сияние кожи придают. У бежевого оттенка и у розового оттенка у них чуть меньше перламутра. Румяна шикарные по качеству. То есть, они мягкие, они шелковистые, они наносятся легко. Они, вот если вы привыкли пользоваться люксовыми марками, вот допустим, кому-то говоришь про Фиберлик, да? И они говорят, мы привыкли пользоваться там люксовой косметикой, да? Вот тем, кто привык пользоваться люксовой косметикой, эти румяна подойдут идеально. Вот если взять вот этих два крайних оттенка, то они подойдут любому цветотипу. И блондинкам, и брюнеткам, и со смуглой кожей, и со светлой. Вот этот, который бежевый, и персиковый. Персиковый вообще идеален, он для любого цветотипа. Он всегда освежит лицо, сделает вас отдохнувшими, лицо сияющее. А вот этот розовый оттенок, он все-таки подходит, наверное, скорее всего, под теплый цветотип. Это больше для зимы подходит, может быть, где-то даже для осени. Потому что он чуть ярче, чем вот эти два остальные. Хотя, опять же, если кому-то нравится просто более натуральный оттенок кожи, и кому-то нравятся именно подчеркнутые скулы, вот кому нравятся подчеркнутые скулы, чтобы они выделялись, то розовый можно, ну вообще это на вкус и цвет может любой человек нанести такое количество румян, которое ему хочется в таком количестве и в те места, куда ему хочется. Поэтому, ну, каждый купив эти румян, он выберет для себя, под какие ситуации, в каких ситуациях, под какой наряд, под какой макияж и подобрать какие оттенки румян. И если, допустим, взять экономичность, то по экономичности они занимают первое место. Потому что бывает же так, кисточкой захватываешь румяны, и они так рассыпаются. То есть очень много набирает кисточка румян. Вот в отношении этих румян кисточка набирает достаточное количество румян, но в то же время они не рыхлые. То есть вот есть же запеченные тени, они как бы прессованные, да, и вот румяна можно сказать, что они вот так вот настолько хорошо прессованы, что если вы будете их кисточку туда опускать, вы наберете достаточное количество для нанесения. Причем не будет у вас никаких излишков. Они ложатся очень ровно, мягко, нежно ложатся. Вот таким вот получился ответ на ваш запрос. Принимайте решение сами, исходя из тех выводов, что я сделала об этих румя, но учитывайте, что мнение каждого человека, оно субъективно в отношении какого-то продукта, а решение принимать вам. Если вам понравилось мое видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, это можно сейчас сделать внизу, и оставляйте свои запросы. Если вас интересуют какие-то темы по красоте, по использованию косметики, по применению, о каких-то продуктах, которые вы еще не попробовали, но хотели бы узнать, то пишите свои запросы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok